Вы знаете, я чем больше над этим думаю, тем все-таки больше укореняюсь в мысли о том, что все-таки есть общая вина. Вот есть общая вина. Я не могу больше спокойно думать о том, что там в России есть мои друзья, бывшие, близкие мне в прошлом люди, разной степени близости, которые вот там живут и ничего не делают. И говорят, что вот, а мы боимся потерять работу, а мы боимся уехать, а мы боимся еще чего-то. Но вот знаете, есть какая-то такая, мне кажется, точка невозврата, после которой такие вещи нельзя говорить. Вот просто мне бы хотелось, чтобы эти люди там почитали сегодняшнюю хронию. Они же не читают, извините меня, суки, вот я по-другому не могу сказать. Вот не читают, суки, вот эти, они спрятали голову в песок, и они не заходят в большинстве своем там в ленты телеграм-каналов, которые сообщают о том, что происходит. Вот сегодня, сейчас, в эти минуты в Украине, да? Они заняли страусы такую вот по позицию и знать не хотят. Вот как сегодня там, вот я периодически натыкаюсь в Фейсбуке на посты каких-то своих фейсбучных друзей, они при этом не обязательно являются моими друзьями, просто там подписались когда-то на меня. При этом, я ничего не знаю про них порой, но они пишут о том, что вот я сегодня там-то была, я там туда-то сходил, я там какую-то книжку прочитал. Делятся эпизодами своей такой вот маленькой буржуазной, мелкобуржуазной жизни. В России, в Москве, да? В России, в Москве, конечно, а где же? Ну, потому что я вижу, что такие посты есть и у тех, кто уехал. Люди, которые уехали, в том числе и по политическим мотивам, они тоже не отказывают себе в удовольствии посетить концерт, спектакль или выставку. Ну, я-то знаю, что этот человек сказал, что он осуждает войну, что он не может оставаться в России и уехал, публично объяснив свой отъезд, причины своего отъезда, да? Но при этом, да, он пытается работать, если мы говорим о журналистике или о деятелях культуры, извините за выражение, ну, о творческих людях, которые артисты. Артисты, вот мой круг, да? Артисты, художники, писатели, литераторы, киношники, кинематографисты. Их очень много, которые сейчас живут за пределами страны. Именно потому, что не могут, не хотят ассоциировать себя с этим режимом. Но они все равно делают, что умеют, Евгений Алексеевич, они делают, что умеют. Они пытаются снимать, они пытаются сниматься, они пытаются организовывать концерты. Многие тоже это осуждают, что вот типа там наживаются на русских европейцах, теперь катаются с гастролями. Всякие Макаревичи, Петрушевские и прочие, да? Ну, я... Потому что то, о чем вы говорите, это тоже, как мне кажется, большая доля в этом есть обобщения. Есть люди, которые просто ничего не пишут, потому что боятся. Да, есть такие. Нет, я не претендую на истину в последней инстанции. Да, даже если человек пишет, что он идет в театр или там рассказывает о своих впечатлениях от выставки и не пишет про то, что происходит в Украине, это не значит, что он ничего не знает и не читает. И мало этого, это даже не значит, что он это поддерживает. Он это, может быть, вообще в нем все кипит. Но кто приходит, к вам приходит в квартиру после поста любого, или даже за лайки людей берут и подводят под статью за лайк, понимаете? Поэтому... Понимаю. Мне кажется, надо делить, делить. Понимаю, я понимаю, но мне кажется, что писать... вещи, которые считываются большинством людей совершенно иначе, как бесчувствие, как безразличие. Ну, как я не знаю, я хотел сказать глупо. Ну да, глупо. Глупо и бестактно. Понимаете? Безнравственно я не могу сказать. А может быть, даже и безрабственно. Тяжело обо всем этом говорить, понимаете? Потому что за этим стоят живые люди, с которыми... Вот меня лично... Я не хочу составлять сейчас длинный список. Но люди, которых я начинаю постепенно одного за другим вычеркивать из своей жизни. Вот вы понимаете, я серьезно говорю, что вот... И такие посты, и такие высказывания, и молчание тоже, да? Иногда и молчание тоже заставляет меня, человека, вычеркнуть из своей жизни. Понимаю. Понимаю. Сама грешна. Сама грешна в таком же. Я тоже, господи, как, опять же, перефразируя Бродского, из забаненных мною можно составить город. Это то же самое, понимаете? Но это не сейчас началось. Это началось еще сто лет назад. И не в 14-м году, а гораздо раньше. Еще и я в Москве отказывалась от многих людей, с которыми раньше меня связывало многое. И работа, и жизнь, и юность, и все. Послушайте, я вообще училась на одном курсе с Дмитрием Певцовым. О чем вы говорите? И иногда мне кажется, что мне все это приснилось. Андрей Сергеевич Кончаловский был у вас героем программы «Диферам». Не один раз, не один раз. Пели ему «Диферам». Ну-то вы знаете, конечно, конечно. Я любила его спектакли очень и многие его картины. Сейчас я вижу, вот мы не сказали вначале, что там культурный фронт же они организовали теперь. Культурный фронт организовали во главе с Николаем Бурляевым и вот с тем же Андреем Сергеевичем Кончаловским, который будет защищать великую русскую культуру от европейского разврата. И Кончаловский сказал, что придет время, мы сохраним великую европейскую культуру заодно. Вы знаете, извините, что перебиваю вас, что он выступил, Давича, в Государственной Думе? Да-да-да, это как раз по этому поводу я цитирую его. Я просто раскрыл. Давайте. Открываются. Россия призвана сохранить европейскую культуру и не дать ей погибнуть. Россия не только наследник великой европейской культуры, но, может быть, сегодня она является, внимание, единственным и главным ее защитником. Пройдет еще столько-то лет, и европейцы будут ездить в Россию, чтобы увидеть, как прекрасна была Европа во времена ее расцвета, именно потому, что Россия будет нести знамя европейской цивилизации в мире. Послушайте, вашу мать, это сказано накануне очередного массированного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Украине Андреем Сергеевичем Кончаловским из рода Михалковых. Но вот что с этим делать? Сказать, что он впал в маразм? Да. Или очередной раз рассказать душесчипательную историю, что вот у него случилось несчастье в семье, что у него девочка после автомобильной катастрофы, который год лежит в коме, ее нужно лечить, и это требует огромных средств, и вот поэтому он вынужден там с протянутой рукой... Нет, 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 никак не связано. Никак не связано? Нет, нет, я думаю, что это он... Ну, он большой оригинал всегда был. Я помню прекрасно, как он выпустил фильм, допустим, «Дорогие товарищи», посвященный черкасскому расстрелу. Не знаю, видели вы или нет. Нет, не видел, честно говоря. Я с некоторых пор не могу смотреть картины Михалкова Кончаловского. Да, это его последняя вот по времени картина. Фильм очень сильный и очень откровенный. Это такое настоящее высказывание. Там, естественно, играет его супруга Юлия Высоцкая, играет героиню, ослепленную любовью к Сталину. И ее ребенок оказывается в числе вот этих вот людей, которые вышли на площадь Новочеркасски, и она вот ищет его на кладбище своего сына. Ну, в общем, там такая история тяжелая. И в итоге, почему я говорю, что почему это важно, я вам рассказываю про Фильм. В итоге она понимает, что власть ужасна, что эта власть преступна, но Сталин здесь ни при чем. Сталин был бы жив, говорит, вот такого бы не было, как сейчас, в 1962 году. И вот я вам говорю, после этого, когда выходит картина, он начинает отвечать на вопросы восторженной публики. В разных точках Европы тогда еще можно было ездить. Что несет этот человек? Он несет в абсолютную пургу про советскую власть, про то, что нашему народу нужна сильная рука, про то, что зря вообще Хрущев устроил все вот это вот развенчание культа личности и 20-й съезд, и не надо было этого трогать, потому что только для нашей страны, я вам пересказываю так по смыслу, что для нашего народа только вот Сталин, вот такой вот сильный кулак должен быть, для нашему народу нужна диктатура. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что он впал в маразм, но он всегда во многом противоречит себе как художнику. И такие случаи тоже бывают. Бывают. Когда человек интуитивно, как художник, он поступает по одному, создавая картину или спектакль, или пьесу, или роман, как вот роман «Обитель» Прилепина, да? А в частной жизни абсолютный звероящер, понимаете? Не догоняет, сам себя не догоняет. Такие бывают случаи. Да, знаю такие случаи, в том числе и среди живущих, но столь вопиющего, как в случае Михалкова-Кончаловского, я не знаю такого. Вот, понимаете, бывает, что хороший писатель ведет себя в жизни не очень хорошо. А писатель хороший, да? Я не Прилепина имею в виду. Прилепин, по-моему, законченный негодяй и подонок. Ну, так и Кабаков, давайте, Александр Кабаков. Прекрасный был писатель, и абсолютные последние годы его жизни он транслировал в мир чудовищные, чудовищные, имперские, шовинистические, ксенофобские свои какие-то идеи. Абсолютный, опять же, звероящер. Я вот не хочу выражаться грубо, как дама. Субтитры создавал DimaTorzok